Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я, наверное, вам покажу новость своих покупок. Ко мне пришла посылка большая, ну, в общем, всё было запаковано в один пакет. Посылка с Алиэкспресс, там есть такие, ну, интересные штучки, так что я думаю, вам понравится. И ещё мне подарили сертификат ZINRIVGOSH, и я всё думаю, что я на него смотрю, да? Люди знают, что мне дарить, тем более, что мне нужна была тональная основа. До этого я использовала, сейчас вам покажу, вот такую от Виши. Я у неё оставлю на всякий случай ссылочку, кому интересно. Но, как вы видите, она мне стала достаточно тёмной, то есть кожа у меня сейчас посветлее. Но она подстраивается под кожу, вообще мне эта тональная основа нравится. У меня здесь осталось её совсем чуть-чуть. Но подстраиваться под кожу, но всё равно заметно, что она темнее, чем моя кожа сейчас. Поэтому мне нужна была светленькая тональная основа, у меня её не было. И плюс, я купила себе одну свою хотелку. Вот, немножко доплатила, конечно же. Мне сертификатов всего не хватило, но, в общем, ладно. Счёт тональной основы я себе приобрела, я её уже попробовала. Но вообще хотела купить тональную основу от Dior, но там же вот эта вот новая такая на водной основе, такие кругленькие бутылочки. Но оказалось, что из всего вот этого огромного ассортимента нет оттенка, который мне подходит. То есть его просто нет в наличии. Я думаю, ну это как всегда, знаете, это как закон подлости такой. Ну, я решила взять тональную основу, которая, ну это, наверное, моя третья или четвёртая банка. Просто они меняются, я так понимаю. Это тональная основа от Lant. Там её покажу поближе, покажу, как она выглядит. Сент Миракл как-то так ещё была, да, то есть, ну, разные-разные тональные основы. Это с эффектом бархата, и она более матирующая. Там две какие-то линейки, в общем, девушка мне сказала. Ну, я не скажу, что она сильно матирующая, я никакого хайлайтера не наносила. Но у меня такой достаточно жирненький дневной крем, поэтому, ну, придаёт такой, сейчас она у меня на лице, придаёт такой финиш на коже, знаете, матовой, но такая матовая есть, как здоровая такая матовая. То есть не полностью матовая. Вот. Мне девушка сказала, что это подходит и для сухой, и для нормальной, и для комбинированной кожи, для жирной. Там у них другая линейка есть. Вот такая тональная основа, содержит SPF 15. Девушка-продавец обещала, что она держится 24 часа, но насчёт этого не знаю. И у меня это оттенок 010, беж. Вот это наказан оттенок. Вот такая очень приятная, такая бархатная тональная основа. Хорошо распределяется, кстати, и руками, и кисточкой. Ну, вот я сегодня кисточкой попробовала. И имеет такое среднее, средняя плотность покрытия, я бы даже сказала, ближе к лёгкому. То есть сильно много там какие-то пигментные пятна или что-то в этом духе, она всё-таки не прикроет. А была у меня вот такая тональная основа, точнее она ещё осталась от марки Виши. Лифт Актив, что-то наподобие антивозрастной. У меня она была в 15-м оттенке. Вот осенью было вообще хорошо. Единственное, что вот эта тональная основа от Виши, она вообще ещё легче, чем от Ланком. Вообще ничего не перекрывает практически. Но видно, что она мне сейчас не очень подходит по цвету. Хотя вот осенью вообще была идеальна. И она, то есть видите, здесь в Ланком она более такая матовая. А Виши придаёт такое небольшое, ну не то чтобы блеск, сияние кожи. Но от Виши мне, кстати, очень нравится. Она такая лёгкая, как бы даже увлажняющая. Вот, хотя Ланком тоже понравилась, с удовольствием её ношу. Мне, кстати, дали в подарок миниатюру вот такой туши. Я её сейчас нанесла на реснички. Она делает прикольные ресницы, не удлиняет их, просто делает их такими пушистыми и объёмными. Очень классно. Единственное, что мне почему-то кажется, что она будет осыпаться. Я её поношу, посмотрю. Вот такая интересная кисточка. Такая прям огромная, пушистая. Это гипноз-драма называется. Тюрочка туши. Давайте поближе покажу вам кисточку. Кисточка такая интересная, на мой взгляд. Прям такая пушистая. Кто не любит большие кисточки, тому, наверное, такую тушь вообще не стоит. Ну, в общем, поношу, посмотрю, будет ли она осыпаться. И, кстати, тональная основа от Ланком имеет такой парфюмерный аромат. То есть, в принципе, вкусненько, приятненько пахнет. И пробнички с сыворотки от Ланком. У меня как-то тоже была сыворотка от Ланком. Но вот что касается тональной основы, цена оправдана, да. А вот что касается сыворотки, ну, не знаю. Я попробую, конечно, вот так вот она выглядит. Я, конечно, попробую, но та сыворотка, которая у меня была, мне кажется, можно найти побюджетнее и примерно такого же действия. Ну, и самое главное, моя покупка, которую, на самом деле, я очень давно хочу. Я, когда первый раз попробовала этот аромат, я в него влюбилась. И многие из вас мне тоже писали, что этот аромат тоже безумно любят и покупают уже, то есть, ну, там, не первый флакон. Я говорю, такой вот красивый пакетик мне дали. Я говорю о марке Киллиан. И я купила 50 миллилитров. Это Киллиан Принцесса. Так выглядит коробочка. И почему я купила 50 миллилитров? Потому что, во-первых, в Рифгоше, который находится около меня, нет 100 миллилитровых флаконов, нет 30 миллилитровых флаконов, только 50 миллилитров. Почему-то, я не знаю, почему так. То есть, там не только Принцесса, там ещё некоторые представлены. И нету тестеров сейчас. Вот я была буквально, там, не знаю, месяца два назад были тестеры, ну, чтобы попробовать аромат. Сейчас их почему-то нет. Не знаю, может быть, как-то закончились, может, что-то раскупили, не знаю. И плюс на этот аромат была скидка 30%. Я его уже, конечно, открыла. Вчера прямо в машине насяном брызгала. Вот, но аромат просто потрясающий. Вот такой мой. Это обалденный аромат. Единственное, что это для меня лично зимний аромат. Но он очень вкусный, очень приятный. Просто обалденный. Это такая благородная, вкусная ваниль. И я даже не знаю, я даже не могу как-то описать этот аромат. Он такой тёплый, ванильный, но при этом не приторно-сладкий и не горький. И вот такой вот прям зимний, обволакивающий, очень красивый аромат. У нас сейчас за окошком похолодало. И поэтому этот аромат, он, конечно, сейчас вот прям в точку. Год выпуска аромата 2018. Группа ароматов восточно-гурманские. Верхние ноты лимон. Ноты сердца. Жасмин. Зелёный чай. Имбирь. Персик. Яблоко. Гидион. Базовые ноты. Бензоин. Ваниль. Маршмеллоу. Он очень-очень стойкий. Я думаю, что 50 миллилитров даже мне хватит надолго. Хотя я хотела сотку. Вот есть ароматы, которые ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы у тебя было... Было его много, потому что ты знаешь, что ты будешь им постоянно пользоваться. Вот такие вот у меня, считайте, подарочки. На Новый год запоздалые такие, да. Я посмотрела сейчас в интернет-магазине. Нет в интернет-магазине скидки на ароматы Киллиан. Я так понимаю, что может быть только в магазине. Может, я на какой-то день марки попала или что-то в этом духе. Не знаю. Мне дали пробничек. Вот такой, чтобы мне прям расщедрились. Не часто дают. Это Живанши. Я так понимаю, может быть, новый аромат или нет. Не знаю, если честно. Тоже его попробую. У него, кстати, не работает почему-то вот этот... Пульверизатор или как он называется. Серьезно, смотрите, не работает. Вот поэтому и дали, да, пробничек. Слушайте, правда, не работает. Не знаю. Не, чуть-чуть тут... Ну, очень, кстати, приятный такой свежий такой, немножко цитрусовый аромат. Только вот эта штучка плохо работает. Так, ну давайте я вам покажу уже мой заказ с Алиэкспресс. Пошло мне все в одном пакете. Там была еще куча всяких мелких пакетиков и так далее. Давайте начну, наверное, вот с такой. Во-первых, я заказала чехол на планшет. У меня до этого был такой розовенький чехол. Планшетик у меня уже старенький. Заказала синенький, потому что у меня планшет берет и муж тоже. Все, наверное, знают. Он так вот сворачивается, ставится очень удобно. У меня муж всегда заказывает вот всякие там чехлы и тому подобное. Защитные стекла всегда берет с Алиэкспресс. Они по качеству ничем не хуже, чем в наших магазинах. Так что вот такой симпатичный чехол для планшета мне пришел. Также я для маникюра заказала две вот такие вот. Еще у девочки дополнительное освещение будет, наверное, получше видно. Заказала для маникюра себе две вот такие кисточки. Первая кисть, вот эта вот, это, видите, как она сделана, вот такие ворсинки. Она как бы для, не для французского маникюра, да, а для градиента. Ну, по крайней мере, так там было написано. Вот я попробовала сделать, но очень заметен переход, как вы видите. И губкой все-таки удобнее, чем вот эта кисточка делать. Вот, так что, в принципе, я ее не знаю. Ну, может быть, для какого-то дизайна можно будет еще использовать. Вот, по качеству хорошая, хорошо сделана очень. Но вот в качестве градиента она даже как-то криво, что ли. Ну, или я криво так сделала, знаете. Я веню на кисть. Вот. И вторая кисточка, это вот такая. Она очень удобная. Вот кто использует там укрепляющий какой-то гель, она очень удобна. Даже если дорисовывать вот так вот под кутикулу или распределять. Это синтетическая кисточка. Очень вот это удобно. Удобно лежит в ручке. В принципе, достаточно качественно сделана. Не знаю, никакого клея ничего такого не видно. И вот с этой стороны получается вот такая вот тоненькая. Прорисовать там что-то, какой-то дизайн сделать. В общем, мне понравилась вот эта кисть. Вот эта кисть мне точно пригодится. А насчет вот этой, не знаю. Может, просто я не умею ей пользоваться. Наверное, может быть. Так. Ну, еще раз, пару раз попробую. Но, в принципе, губкой делать вот градиент, да, градиент правильно это называется, намного удобнее, чем вот этой кистью. Потому что она как-то, ну, не знаю, не очень она распределяет. И еще для маникюра, девочки, я заказала вот такие вот наклейки. Но я, в общем, почему-то думала, что это, знаете, такие наклейки. Вот раньше продавались они, которые нужно вырезать, опустить в воду. Они размягчаются и потом как бы как пленочка переносится на ноготь. Оказывается, это действительно наклейки. Это, кстати, вариант удобней. Но, как вы видите, я тут порезала кучу всего. Нарезала непонятно зачем. Пыталась вначале размочить все это в воде. И я не знаю, зачем вообще, что мне в голову стукнуло. Но, в общем, да. Отделяются они легко, но надо таким пинцетиком, не сильно острым. Я взяла один пинцет, который был для бровей. В общем, он такой у меня достаточно острый. Он мне пару наклейок порвал. Потом я уже взяла другой, более тупой пинцет. В общем, взяла две вот такие золотые звездочки и вот такие серебряные. Просто попробовать. Но идея классная. Те, кто не умеет рисовать на ногтях, ну, хочется что-то такое интересненькое. Почему бы и нет? Вот у меня как раз на двух ноготочках, вот на этом и на этом, я как раз наклеила. Здесь не очень ровно у меня получилось, потому что это первый ноготь, который я клеила. В общем, здесь уже у меня поровнее, более или менее. В общем, ну, как говорится, надо набить руку. Но выглядит, на мой взгляд, симпатично. Какому-то маникюру такому сделать очень даже неплохо. Еще в этом заказе у меня были вот такие вот штучки. Девочки, кто носит бижутерию, это просто вот. И не только бижутерия. У меня есть и серебряные серьги. Бывают реально очень красивые серьги попадаются, но у них нет вот этих заглушек и боишься потерять. Вот такие вот силиконовые. Я заказала, они очень классно держат. Они прямо вот вплотную к ушку, вот так вот. И сережки вообще ни туда, ни сюда не болтаются. Дырочка сделана достаточно маленькой. То есть и узенькие, и тоненькие какие-то сережки можно сюда присунуть. И более толстые. В общем, ссылочки я вам оставлю. Но вот это вот прямо очень актуальная для меня тема. Они еще прозрачные такие. Ну, а если пожелтеет, тут их, как вы видите, много в упаковке. То будет не жалко. И стоило там совсем недорого. Вот это, кстати, мне кто-то говорил, что есть еще в фикс-прайсе такие штучки. Но я в фикс-прайсе их не нашла. Заказала бижутерию. Очень мне как-то захотелось. Не знаю. Посмотрите, какую прелесть я заказала, девочки. Вот такие вот классные сережки. Это стекло. Вообще было написано, что это муранское стекло. Ну, не знаю, как насчет муранского. Но вот это реально стекло. И сережки. Ну, там можно выбрать разные. Я почему-то взяла вот такие. Цвет получается, как под лимонное золото. И вот такие два стеклянных шарика. Синий и коричневый. И вторая сережка. Ну, они получаются как бы разные. Она идет вот такая. С цепочкой. Не знаю насчет того, сколько, насколько долго будет носиться данное украшение. Здесь вот тоже есть такие маленькие заглушечки. Вот. Но мне очень понравилось, как выглядит. Мне кажется, летом будет вообще идеально. И это еще не все. Я к этим сережкам заказала вот такое вот украшение на леске. Я заказала один шарик. И, наверное, я еще закажу с несколькими шариками. Это тоже, как вы видите, стекло. Леска. И на конце вот такое вот серебряная застежечка. Вот. Можно, в принципе, носить вместе. Можно по отдельности. Не знаю. Но вот я заказала один шарик. На леске, видите, так перекатывается. Выглядит вообще очень необычно. Очень классно. Не знаю. Мне в особенности понравился вот этот шарик. Там есть украшения с несколькими. С шариками. Вот это, кстати, леска. Она тепла тела. Она выпрямляется. То есть не будет такой закручения. Очень понравилось. Тоже ссылочки вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. И еще, девочки. Это заказал мой муж. Вы не поверите, что это такое. Это штучка для того, чтобы крутить суши. Точнее, не суши, а роллы. В общем, здесь вы накладываете... Здесь вот такая штучка. Сюда накладывается, соответственно, вот эти водоросли. Там все, что вы наполняете. Рис, рыбку и так далее. И с этой стороны тоже накладываете. Потом все это дело вот так вот закрывается аккуратненько. Не знаю, как все это дело выглядит. Мы еще не пробовали. Обязательно попробуем. И просто вот этим поршнем, получается, вы выдавливаете ровненькие, ровненькие роллы. Вот. В общем, вот такая вот муж сказал, что штука очень прикольная. Это все пластик, конечно. Но не знаю. Мы попробуем как-нибудь тут на днях. У меня муж опять хочет роллы накрутить. Вот. И я вам обязательно покажу. Еще я там и заказала, но что-то мне никак все не идут. Палочки для суши. Такие какие-то металлические должны будут ко мне прийти. Вот. Так что вот такой вот еще. Ой, я вам не там, кстати, показала. Тут L стоит, может быть, это размер. Или так, не знаю. Ну, в общем, такая... Ну, пластик такой не хлипенький, ничем не воняет, ничего такого. В общем, попробуем с мужем, потом расскажу вам как. Вот. Так что вот такой вот у меня был заказ с Алиэкспресс. Но мне очень нравится. Особенно вот это вот реальное из стекла сделано. Вот эта вот штучка очень-очень прикольная. Ссылочки вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Ну что, девочки, вот эта тушь, сейчас уже у нас вечер. Сейчас буду ложиться спать. Вот эта тушь Lancome Drama, она называется. Я сейчас посмотрела, сколько она стоит. Полная ее цена 200-700. Сейчас она со скидкой в Ривгош за 1900, там, с копеечкой. Ну, что я могу сказать? Она у меня постоянно осыпается. Опять осыпалась вот здесь. И выглядит очень как-то неаккуратно к концу дня. Подразмазывается. Я уже убирала несколько раз ватной палочкой тут все, что она напачкала. Тушь, вот, лично для моих ресниц, прям реально ужасная. Есть множество тушей, которые намного-намного лучше, чем вот эта вот. Вот. Так что ее и не советую. И еще забыла вам показать, как смотрятся вот эти украшения, которые с Алиэкспресс я заказала. Выглядят они вот так. Мне кажется, очень классно. То есть, она такая получается длинная. С этой стороны вот такая сережка. Они прям вот такие длинные. Но больше всего мне нравится вот это украшение. Она вообще нереально классно смотрится. Такое, да? Мне кажется, летом под какое-то платье. Да и не только. Очень симпатично оно выглядит. Лесочка вот такая. Несколько шариков. Там есть три шарика и множество еще вот таких шариков. Так что вот так вот. И серьги тоже очень симпатично смотрятся. Очень понравилось. Не знаю, как насчет того, что это муранское стекло. Вот. Но то, что это стекло, это точно. Так что ссылочки обязательно все я вам оставлю внизу в инфобоксе. И на вот эту тушу оставлю тоже. Но я ее не советую. Реально весь день она у меня обсыпалась. Весь день с ней что-то творилось непонятное. И получается, она осыпается с кончиков. И реснички кажутся такими коротенькими. Так что вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok